Всем привет, с вами Марго. Сегодня речь пойдет об одной из важнейших проблем нашего времени, о здоровье планеты, на которой мы с вами живем, а именно о засорении водоемов. Задумайтесь над таким фактом. Экологи подсчитали, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Но разве это не ужасает? Каждый год в океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика, каждый месяц более 600 тысяч тонн, каждый день более 20 тысяч тонн, каждый час 925 тонн. Более 80% отходов попадает из наземных источников, и основную их часть составляют пластиковые бутылки, пакеты, стаканчики. Часть мусора со временем частично разлагается под воздействием солнца и соленой воды, превращаясь в мелкие частицы, а неразлагающиеся огромные массы оседают на дно или остаются плавать на водной поверхности. Представители самых разных видов от планктона до китов проглатывают пластик в разных видах. Живущие в воде млекопитающие принимают за корм отходы, которые застревают в желудке и вскоре умирают. Они запутываются в мусоре, получая смертельные повреждения. Птицы кормят своих птенцов мелкими острыми гранулами, что приводит к их гибели. А еще мусор, плавающий на поверхности океана блокирует солнечные лучи, что угрожает нормальной жизнедеятельности планктона и водорослей. Их исчезновение приведет к гибели многих видов морских обитателей. Океанский мусор несет опасность и для человека, ведь многие морские обитатели, которых употребляет в пищу человек, отравлены пластиком. А также уже сейчас более 80% проб водопроводной воды, взятой в разных странах, содержат частицы пластика. С каждым годом эта тема начинает все больше и больше волновать людей со всего мира. Главным фактором, привлекающим внимание, становится сама природа. Бушующие штормы принесли к гавайским островам более 70 тонн пластиковых отходов. Туристы смогли лично убедиться в серьезности проблемы пластиковых отходов, сбрасываемых в океан. Все настолько плохо, что в Тихом океане есть настоящий остров из мусора огромных размеров. В связи со всем этим растет количество разрабатываемых средств и методов по очистке мировых вод. Например, голландская компания The Ocean Cleanup, создателем которой является 24-летний изобретатель Boyen Slat, создала специальную станцию, которая плавает по поверхности воды и собирает с помощью конвейера пластик и другой различный мусор. А также с недавних пор на свет появилась еще одна станция, представляющая собой 600-метровый поплавок в форме буквы Ю с прикрепленной снизу сетью. Установка позволяет собирать отходы в одно место и затем вытаскивать их из океана при помощи специализированных судов. По словам Boyen, работающий комплекс из 60 таких систем сможет за пять лет убрать половину большого тихоокеанского мусорного пятна. Также большой вклад в решение проблемы внесли британские конструкторы. Их изобретение набирает все большую популярность во многих странах. Они разработали мусорную ловушку, которая сконструирована как большое ведро с отверстиями. Каждое такое ведерко может собирать до полутора килограммов отходов в сутки, а при долгосрочной работе до 12 килограммов. Самое интересное, что источником энергии для работы таких ловушек служат морские волны. Но одной уборкой пластиковых отходов ситуацию не решить. Это только одна сторона медали. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, верно? Если сократить потребление и производство пластика до минимума, а также организовать его повсеместную переработку, у нас появится шанс на восстановление нашей природы. Разные страны предпринимают всевозможные инициативы. В Дании с 1993 года действует налог для магазинов, призванные регулировать использование пластиковых пакетов. В результате цены на пластик выросли, что в свою очередь заставило покупателей пользоваться многоразовыми сумками. Среди таких стран, как Ирландия, Бельгия, Франция, Германия и многих других действуют подобные ограничения. Борьба за чистоту планеты ведется как на законодательном уровне, так и теми энтузиастами, кому не наплевать на наш мир. Австралийская модель и экоактивист Надя Хутагалунг призвала игнорировать косметику с пластиковыми микрогранулами. Да-да, вы не ослышались, во многих косметических средствах содержится пластик. В помадах, шампунях, скрабах. Крошечные пластиковые частицы в скрабах для лица и зубных пастах смываются в канализацию и попадают в желудки морских животных. Нашими голосами и кошельками мы можем заставить косметические компании остановить производство микрогранул, заявляет модель. Изменить ситуацию по силам не только большим странам и эко-компаниям, но и лично каждому из нас. Просто нужно начать пользоваться многоразовыми бутылками, чашками, столовыми приборами и сумками. Избегать покупки косметики, содержащие в своем составе микрогранулы пластика. И самое главное, не мусорить. Кстати, одна мексиканская компания делает одноразовую посуду из косточек авокадо. Такая посуда полностью разлагается всего за 240 дней. На первый взгляд может показаться, что проблема мусора неразрешима в рамках современного капитализма. Но это глубокое заблуждение. Отказываясь от одноразовой продукции, мы сделаем ее производство убыточным. Компании ради собственной выгоды будут вынуждены отказаться от пластиковых и полиэтиленовых упаковок. Легче предотвратить образование океанического мусора, чем все последующие столетия чистить гигантские просторы мирового океана от пластика. Человечеству стоит кардинально пересмотреть свое отношение к производству и использованию пластика. Ставьте лайк и обязательно поделитесь этим роликом. Вместе мы сможем внести хоть какой-то вклад в сохранение чистоты нашего дома под названием Земля. Подписывайтесь на канал, с нами интересно!